Жадность торговцев губит. Анатолий Вассерман на РЕН-ТВ за 18 декабря 2020 года. Лучше поздно, чем никогда. Стоило нашему президенту сурово поговорить с министрами о резком подорожании некоторых продуктов пищевой промышленности, как все спохватились. В среду подписано соглашение Министерства сельского хозяйства с ведущими производителями и торговыми сетями. Цены сахара, муки, подсолнечного масла, еще нескольких товаров массового потребления снижены и зафиксированы до конца марта. Можно такой вот ядовитый вопрос, а на каком уровне, до какого уровня снижены? Их нужно было снижать до планки летних цен, а не тех, которые они подняли, а потом как бы по распоряжению снижают. И все равно цена очень высокая. Ну, вы все этот прием прекрасно знаете. Открытым текстом предупреждаю. Расходы на перевозку этих товаров, их раскладку на полках, работу кассиров никуда не делись. Просто теперь капиталист начал зарабатывать умеренно, жаровать на самом необходимом и ему не дали. Капиталистов, продающих продовольствие за границу, тоже попросили поделиться. Повышение экспортных пошлин на пищевое сырье, вроде зерна и семян подсолнуха, запланировано и обязательно состоится. Увы, со времен Гайдара в наших законах о коммерческой деятельности открытым текстом прописана единственная задача рынка – обеспечить прибыль самим деловым людям. А уж как они будут действовать, государство тогда не интересовало. Теперь наш президент открытым текстом напомнил, снизить цену не в пожарном порядке на пару месяцев, а всерьез и надолго, можно только повышением производства. Открытым текстом добавлю, для этого нужно, чтобы львиная доля денег, получаемых торговлей, напрямую направлялась на развитие производственных мощностей. Но у нас между торговлей и производством стаи хищных посредников. В полном соответствии с экономической теорией, составленной как раз в интересах перекупщиков. И нет смысла пенять ни на жадность торговцев, ни на нераспорядительность властей. Надо менять законы и правила так, чтобы поддержать создание непрерывных технологических цепочек от поля и хлева через перерабатывающие кабинеты до прилавка. Пока их нет, вряд ли поможет даже намеченная разработка системы слежения за ценами прямо под данным, поступающим из кассовых аппаратов в налоговую службу. Анатолий Вассерман Жадность торговцев губит Жадность торговцев губит